Здравствуйте, мои дорогие друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь, усаживайся поудобнее, заваривай пельмешки, наливай печеньки и всё у нас с тобой будет хорошо. Почаще мой руки, сейчас это важно, и не лапай всё, что попало, не облизывай унитазы, не трись своим лицом об чужое лицо, и тогда мир забурлит новыми красками. Я потихонечку схожу с ума, вот знаешь, вот эта тема изоляции, вот там все дела, я как бы по факту и так дома дофига времени проводил, но сейчас это как-то психологически давит, вроде на улицу можно выходить, вроде хочется сходить куда-то потусоваться, а вроде как бы и это глупая затея. Я вообще боюсь представить, что происходит, к примеру, в той же Москве или в Италии, где вообще на улицу нельзя выходить, и вот только в магазин, и так вот сижу, вот сижу, не знаю, вот КПД полностью упало, сижу и реально обложился энергетиками. Телефон пищит, вот лежит у меня тут на стуле энергетика, лежит вино жены, потихонечку сижу глушу. Жена потом ушатает за то, что я выпил ее вино, ну а что, а что, добру пропадать? Но, тем не менее, лепи свой княжеский лайк, сразу хотел бы сказать спасибо за то, что вы не посмотрели прошлое видео про яйцо, про обзор снеговика, вы так хотели, вы так ждали, а в конечном итоге там 2000 просмотров. Может быть вам что-нибудь там Ютуб не показал, ну не суть, ладно, мое дело поныть, мое дело поныть. И расскажите в комментариях, вот, как у вас там есть самоизоляция, нет самоизоляции, это таким образом, если что, я вас сбаищу на комменты. Сегодня у нас будет тема для разговора достаточно обширная, мы попробуем там забрать халяву, если она есть, если она существует. Обсудим тему, касаемо пропажи такой акции, как поиск сокровищ, хотелось бы мне высказаться немножко, потому что что-то подбамбливает, что-то меня это, знаешь, вымораживает, я тебе скажу, дружище. Ну, прям злости не хватает. Игра уже старая, но как были в ней говноеды, так и остались, даже несмотря на то, что общее количество игроков, как я предполагаю, уменьшилось. Но, с другой стороны, я слышу, где-то говорят, что на Ютубе и оперный тритеатр рекламируются данной игрой. На самом деле это невероятно крутой факт, но, правда, этой рекламы не видел, по той причине, что я оформил Ютуб премиум. Опять же, наверное, буду отказываться, 8 евро в месяц, это не шутки, нужно, скажем так, уменьшать ежемесячные расходы, потому что, как вы понимаете, кризис коснулся всех и во всех странах. Это не суть, вот, ну, хотелось бы вообще посмотреть на эту рекламу, может, если кто-то запишет, кинет мне в предложку, буду, ребят, невероятно благодарен. Дальше идем. Че еще мне хотелось бы обсудить с вами, друзья? А, ну, давай сначала зайдем в эту акцию. Акция под названием... Под названием... ПОД НАЗВАНЕМ! А, в Хватайке я уже, походу, сегодня был, ну, в Хватайку мы зайдем еще сегодня на яйце, да. И, как вы понимаете, мне выпало говно, вот, ну, не обессудьте, сказали мне тайные силы из космоноса, руководимые рептилоидами, фонарики... Вот, фонарики желаний, че-то там хайпили-хайпили, я смотрю, там ютуберы видосы по ним снимали, не знаю, пишите, че вы думаете? Че, нормальная акция? Ненормальная? Вы зажгли фонарик и получили случайную награду ящик синих кристаллов. О, божечки, а пожелать... У-у-у, блин, почему здесь нельзя пожелать какую-нибудь темненькую, худенькую мулаточку? 18-летнюю, да, как минимум? Ну, вот, вот что я хочу. Все, подтвердил, подтвердил я свое желание. Желание загадано, надеюсь, что будет все хорошо. И, как я понимаю, там, типа, какие-то дни бесплатные, а потом уже только за бабулесы. Касаемо бабулесов, недавно на мой стрим пришел Анатолий, вот до этого приходил Андрей Тест, и был какой-то донатик, я думаю, ну ладно, хоть деньги-то и нужны, но надо же какой-то контент пилить, надо же как-то аккаунт развивать вообще, чтобы темы были по поводу того, о чем можно снять видео, да, темы для видосов. Думаю, надо задонатить. И, как бы, такую цель, скажем так, я уже вынашиваю в своем мозге достаточно долгое время, но как ни зайду в акцию, везде какая-то херобора. Знаете, у меня такое чувство складывается, что тот самый вирус, та самая болезнь, она затронула абсолютно все, даже акции в битве замков. То есть, если они и раньше были, ну, мягко скажем, ни о чемные зачастую, да, то есть, как бы, очень трудно найти какой-нибудь комплект плюх, ресурсов, ну вот, которые они тебе конкретно нужны, да. То сейчас это стало сделать еще труднее. Вот, казалось бы, 1 плюс 1, ну, давай посмотрим на вот это добро. Что мы здесь видим? Ну, 500 тысяч кулаков, ну, вот эта штука, да, она, наверное, определенно мне полезна, да, для прокачки судьбы, но окей. От этих монеток, честно вам скажу, ну, толку ноль, монетки говно. Ну, вот, то есть, никогда оттуда никакой награды нормально не получишь. 500 тысяч кулаков, господи, у меня даже на яйце нет проблем с этими кулаками, да, они, грубо говоря, не заканчиваются. И, и чё, и чё, и как бы, и ничего, да, то есть, по сути, отсюда надо две вещи, да, за которые было бы не жалко потратить денег, но 140 магической пыльцы, ладно, там, типа, акции 1 плюс 1 дадут 280. Окей, миллион кулачков, ну, такое, как бы, знаешь, овчинка выделки не стоит. Ну, здесь, допустим, да, 400, 400 пыли. Ясно, ясно, спасибо, получу 800. Ну, как бы, питомец, питомца могут засунуть себе в одно место. Мешок эмблем прайм, ну, теоретически нужен, я бы хотел бы получить 10 эмблему маскировки. Ну, как бы, всё, вот это чё, ну, значок таланта титула, окей. Да, у меня их не хватает, да, у меня их не хватает, но, блин, а может быть и хватает. Ну, я, грубо говоря, или прокачался уже, но получить всё. Ну, вот, видите, да, всё-таки их не хватает, я бы ещё мог прокачаться. Но это не столь большая проблема, проблема заключается в том, что линию обороны очень редко запускают разработчики. Вот в чём проблема дальше. То есть, и, как бы, донатить на этот ресурс я не вижу смысла, потому что, ну, рано или поздно я всё прокачаю и выкидываю деньги на те вещи, которые и так впоследствии будут и большой роли сейчас не сыграют, там, каких-то пару лишних уровней. Я, когда достигну максимума, да, прокачки по своей силе, то есть, всё, эти ресурсы будут у меня накапливаться. Я предполагаю, даже несмотря на то, что редко запускают линию обороны, они всё равно у меня будут накапливаться, ну, лучше, быстрее, чем я смогу их, грубо говоря, использовать. То есть, чем будет у меня качаться сила для того, чтобы их использовать. То есть, ну, сами понимаете. Дальше здесь, ну, окей, самоцветов дадут, ясно. В 88 будет 176 этих, 176 этих плюх самоцветов. Ну, книжки, да, по идее, нужны. Ну, вот эти вот кристаллики, но всё равно, как бы, мне это, там, каким-то невероятным образом силу не позволит прокачать. Дальше, временные акции. Здесь у нас уже акция на 1 плюс 1 не действует, да. И, как бы, уже западло здесь донатить, когда ты понимаешь, что ты можешь купить какую-то другую плюху, и у тебя там, как бы, будет всё хорошо. Тут, что нам, зелёные плющи, пепельная матрона. Окей, 600 магической пыли. Это всё, типа, за 3000 рублей. Ну, прям, блядь, замечательно. Окей. Ну, беспонтовая херня, я не знаю, может, для топ-донатеров это, конечно, очень важная штука, но для меня, скажем так, нет. Ну, здесь ещё, конечно, можно было бы, да, к примеру, у меня из этих героев кого нет. А, только Леди Божества на основном аккаунте не хватает. И, поверьте мне, за 3 карты не факт, далеко не факт то, что она выпадет. Дадут 100 осколков мастера рум, а у меня 56, и мне, грубо говоря, будет не хватает. Вот, если бы здесь ещё пыли раздавали, да, я мог бы теоретически дособрать этого героя, было бы прикольно. Здесь уже, смотри, мешок с эмблемой 9 уровня. Ну, говноеды, да, то есть, камень судьбы топовый, ясно. Вот, вот тоже, ну, типа, даже не на 50% это полезный пак, понимаешь, в чём проблема? Даже не на 50%, да, как бы, теоретически все ресурсы, все плюхи отсюда пригодятся. Ну, кроме руны-эмблемы. Ну, да, единственное, что эти руны-эмблемы, ну, как бы, залупа полная. Дальше, чё? Ну, сундуки, ну, это всё скучно, да. Есть акция, собери сам, но там тоже всё неинтересно, понимаете? Хочется, чтобы тебе здесь предлагали, и у тебя всё было бы. Купите определённое количество самоцветов, включая бонусную. Ну, допустим, 1400, ну... Тут что? Ну, слушай, тут, как бы, кстати, самоцветами сегодня можно навариться. Я не знаю, пишите в комментариях, стоит донатить, не донатить. Чё бы вы мне посоветовали бы взять, отсюда купить. Вот, если большой пак покупаешь. Кстати, это, это, конечно, уже будет круто, да, то есть, тут бац. Ну, опять же, эти суперпитомцы везде всунуты отсюда, да. Можно, как бы, накопить камней. Камней, но не книжек. Здесь тоже, как бы, всё будет неплохо. Ну, блин, ну, как бы, ну, что-то очень грустно, понимаешь? И вот, что, ну, покупаешь этот пак, и чё дальше? И реально ничего. Или можно купить два пака, и тогда, по идее, мастер рун соберётся. Ну, как бы, не знаю. Но, вообще, тема данного видео у меня другая. Во-первых, касаемо новой локации, которую мы все ждём. То есть, вышло обновление, уже стоит присматриваться к следующему обновлению, понимаете? И, как бы, уже 8 апреля, да, я снимаю данное видео 8 апреля, друзья. И, как бы, ввели в прошлом обновлении нам новую локацию. Как бы, где она? Где она? Куда? Куда её потеряли? Вот. Нарсия, эра войны, да. Где ты? Где ты, сука? А знаете, где она? На тайваньском сервере. И там до хера багов, как я понимаю. И, наверное, разработчики сделали правильное решение. Не решили сырую локацию на других серверах не включать. Чтобы там всё протестили на Тайване и так далее. И пятая, и десятая. Ну, господи, ну, можно там уже побыстрее? Можно уже побыстрее? мы ждем, это единственный сейчас, ну, вот интерес, надежда в игре, и как бы мы вот ждем, когда это все исправится, оно не исправляется, оно все не добавляется, я не понимаю, что это так трудно или что, а не в следующем, и мне просто интересно, реально, тут уже как бы пришло время второго обновления, да, следующего, но как бы этой локации нету, и я вообще, в принципе, предполагаю, что, возможно, и до следующего обновления мы ее и не увидим, про линию обороны они, как обычно, забыли, типа, знаешь, для чего сезоны в локациях придумываются, для того, чтобы разработчики забывали их включать, и теперь давайте перейдем к самому интересному, а, знаешь, что, вот пока я с вами была болю, я быстро перейду на аккаунт яйца, да, да, зайдем, почешем, почешем мое яйцо, друзья, что у нас тут получается, тут у нас есть две акции, так, парящий остров, парящий остров, ну, тут как обычно, ничего интересного, эту штуку мы забираем, мне хватайка интересует, повезет мне там или не повезет, меня интересует хватайка, туда везде пройдем, и тогда закончим это видео, и пойду я, наверное, снимать, наверное, яйцо, хотя вы это же яйцо тоже не посмотрите, да и это видео вы не посмотрите, вы ничего не посмотрите, ребята, ребята, колокольчики, жмякайте, колокольчики, колокольчики, наше все, так, фонтан желаний, здесь забираем, сколько у нас тут осколков, сколько у нас тут осколков этого дерьмеца, огнекрыла, где вообще, где вообще огнекрыл, 10, целых 10 осколков, блин, разработчики, разработчики никогда не были столь щедрыми, как сейчас, так, заходим, во-первых, да, заходим мы в хватайку, она бесплатная, ну, по крайней мере, у нас есть одна бесплатная попытка, вдруг нам попрет, вдруг нам попрет, и уже тогда окончательно перейдем к теме видео, как вы думаете стоит мне тут задумываться по поводу того что я буду забирать конечно же нет то есть ну книжки они нужны нужны да но их в достаточном количестве эти сундуки нужны их достаточном количестве дальше тут ну как бы это все надо но вот это вот за 30 за 30 . это прям топчик потому что заре здесь 100 самоцветов 100 на 50 ю я вот сейчас чтобы не накосячить 5000 самоцветов ребят на бездонатом аккаунте крутая карточка откуда может выпасть донатный герой и конечно же пыль ну вот давайте это все обменяем и вот в следующем видосе мы это все будем открывать супер супер друзья повезло будем открывать смотреть что у нас получится и даже пыль наверное паролем в коем-то веке на яйце да там ну кстати я думаю пыли пыли тут уже накопилось ну как накопилось вообще стоило бы подожди 227 до отсюда забираем уже 400 понятное дело мы никакого героя не заберем ну логичнее на бездонатном аккаунте было бы просто ее копить копить пока там уже конкретного числа пыли не наберется чтобы уж точно выбить какого-то крутого героя думаю что блин может и не стоит копить уже паролем какие-то ресурсики заберем а чё бы и не да это раз ну вот хватайку мы зашли зайдем в этот шар 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 рулетка удача базар предложение счастливое число императорская кузница временные акции фонарики в желании давай зайдем фонарики в желании так случайная награда воу так пожелать что мы отсюда желаем ну как и все ёпта пожелали друзья мы молодцы а теперь переходим уже конечной теме данного видео елки-палки это касаемо акции поиск сокровищ это акция там где ты накопленные самоцветы реально берешь тратишь вот получаешь всякие кирочки вот потом благодаря этому берешь и их используешь получаешь целую кучу ресурсов а самое главное ты можешь получить крутые редкие донатные карточки и я это уже делал на яйце и как бы как бы вам объяснить и все ну то есть эта акция один-два раза прошла и она пропала и все такие блин когда это акция когда это акция и тут как я понимаю но я увидел это в клубе игроков кастал клэш сообщение может быть это сообщение от разработчиков не знаю ли как бы это редакторы свое мнение выразили но по факту она верная по поводу ответ на самый частый вопрос ru android акция в поисках сокровищ неизвестно когда начнется вообще на фото представлены два скрина при загрузке акции появляются сообщения событие завершено событие участвует слишком много игроков пожалуйста попробуйте войти позже первых конечно меня удивляет вот эти вот вещи когда событие завершено событие участвует слишком много игроков очень часто я вижу эти таблички меня как бы сразу типа господи ну я же видео записываю чего вы все пишете вот и как бы я сразу психую больше в эту акцию не захожу но по факту игроков стало меньше я не понимаю почему эти акции становятся перегруженными что ты в них вообще не можешь зайти ладно хотелось бы добавить что если бы игроки не дюбали речь идет о тех игроках которые специально это делали возможно сейчас акция была бы доступна для всех как и на остальных серверах передайте своим сагильдитам друзьям кто очень часто спрашивает про акцию ну по факту я и конечно же не знал о том что там что-то можно дюбать если бы знал я бы это конечно не использовал но тем не менее то есть я верю что во первых есть такие говноеды до которым плевать на всех плевать на все плевать на честности в игре они видят возможность где-то что-то своровать кого-то где-то обмануть они этим конечно же воспользуются но из-за таких мудаков страдает сейчас весь сервер потому что ну просто так эту акцию не в не вводили бы то есть ну как бы если бы было все нормально я думаю она бы работала как и везде но просто из-за каких-то реальных гандонов которым ну плевать их заботит только их задница у нас эта акция не работает вот и ну противно противно неприятно и как бы мои слова даже если вы поделитесь видосом там передадите мои слова так далее ну как бы на петухов не возымеют никакого положительного эффекта то есть ну кто был петухом тот петухом останется тот будет там дюпать ковыряться хитрить за них в конечном итоге мы не будем видеть эту акцию и ну да знаете в этой игре до сих пор остались петухи у которые могут взять посмотреть об игроке за любую закрытую информацию там много чего могут сделать разработчики с этим не борются вот то есть как бы читеры существовали всегда в битве замков вот кого-то банили кто-то очень красиво отмазывался ну как существовали существуют я думаю что будут существовать и как бы от петушни никаким образом не избавиться и я бы еще понял бы если бы знаешь это были какие-нибудь малолетки да я когда был малолеткой я и сам всякой херней страдал в интернете вот молчу уже прочиты но я знаю что многие игроки которые мягко скажем не всегда честно играют мне уже взрослые люди вот сформировавшиеся личности и для какого-то не знаю ради того чтобы потешить свое эго ну знаешь в реальной жизни не получилось в игре получится да то есть я не знаю для чего и занимаются всякой херней всяким говноедством вот и хотелось бы этим игрокам пожелать удачи всего хорошего чтобы все классно было вот но знаете вы твари вот я вас ненавижу так что так вот и как бы те о ком я говорю они знают они 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 прекрасно они прекрасно понимают да то есть ну ничего страшного ничего страшного типа везде всегда были говноеда вот к говноедом надо привыкнуть единственное что стараться просто близко не подходить потому что зачастую они воняют от от этого ребят от этого ребят ну никуда никуда не деться ну вот будем надеяться что разработчики наверное исправит эту ситуацию с какой-то там возможностью дюпа в этой лара в этой акции и и конечно же добавят но мне больше кажется да и если бы я был на месте разработчиков я бы наверное и не парился бы а чё там париться искать там как они там это дюпают что там исправлять можно же вообще не добавлять ну если вы говноеды ну не будем то я добавлять на говноедский сервер заметьте ну как бы говноедов больше всего именно на русском сервере здесь всегда эти скандалы с читами с дюпанем с чем угодно всегда здесь было я не знаю чем это связано может менталитет у нас такое лечу ну как бы конечно противно и определенно за это стыдно вот продолжайте пожирая говно и дальше пытаться оттешить свое самолюбие вам же всем остальным пожелаю огромнейшей удачи давайте играть честно мыть руки соблюдать самоизоляцию если это возможно вот кто не потерял работу работайте потому что умереть от голода намного больше шансов чем от этого самого проклятого вируса вот ну ничего страшного всем удачки пока и самое главное здоровье да ребят здоровья чел